итак дорогие друзья здравствуйте подводим мы концу серию обзорчиков про samsung опять 2017 года то бишь вот он буквально свежая горячая новинка вышел как две недели в продаже еще даже мало где продается первый обзор был распаковка на обзор как бы распаковка ну и обзор на тактильные ощущения от него на его эргономику как он лежит в руке не скользит ли т.д. и т.п. смотрите все есть на канале кто не смотрел второй обзор сейчас секундочку руки разбил об грушу сейчас короче натер их немножко спасателям крем сейчас я сотру бумажкой чтобы не блестели не попачкать от крема ничего короче второй обзор у нас был производительность по производительности он проиграл как проиграл показал себя не очень хорошо скажем даже так очень нехорошо очень нехорошо по производительности производительность нем донская конечно ну как бы не полно одно но вот тем не менее но у ребята даже не средничок хуже норма короче общем все подытожили третий обзор у него был про автономность авторомность у него шикарно вот она у нас у него королевская вот просто бомба здесь он меня порадовал нереально, 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 нереально. Сейчас будет четвертый обзор у нас про звук. Звук как через внешний динамик смартфона, а стал он располагаться вот с этой стороны, с правой стороны. Не совсем, конечно, как бы классное такое решение, прекрасное. Не знаю, но вот немножко в чем бывает опять косяк. Понимаете, смартфон как не возьми, вы будете перекрывать. Самое лучшее, я считаю, за всю историю расположения динамиков было у Nexus 6P. Они, во-первых, стереомембранные, неплохо звучали, и они находились вот здесь, сверху, снизу. Здесь же, допустим, если вот так держать, ничего еще. А если вот так, допустим, держать, или вот так держишь смартфон, то вы этот динамик нечаянно закрываете. Вот такая вот ерундушка. Так, давайте сделаем яркость побольше, слова покороче. В общем, четвертый обзор из серии обзоров про Samsung A5 2018, про звук. Про звук в наушниках. Я специально не буду брать никакие дорогие наушники. Возьму именно те наушнички, которые идут с ним. Про звук в наушниках и про звук через динамик. Сейчас сначала через динамик, потом через наушники. Или давайте, наоборот, через наушники, потом через динамик. В общем, наушники вот эти идут в придачу. По-моему, я вообще не знаю. У Samsung не меняется годами подход к производству наушников, которые бесплатно идут в придачу. Опять же, надо понимать, ребята, они не бесплатно идут в придачу. Вы за все платите. Покупая любой смартфон с наушниками, там, какой бы дополнительный аксессуар не был, чехольчик там лежит, еще что-нибудь. За все это уже нами уплачено. Так, наушники опять же, длинные, что хорошо, где-то с метр. Точно кабель с метр, не меньше. Это очень хорошо. Входик сам 3,5 миллиметров, 4-х пиновый, не позолоченный. Так, это, собственно говоря, не важно особо, но, тем не менее, почему нет. Вставляется вход снизу, как я люблю, кошерно, в общем, по-нашему. Так, по-еврейски. И теперь, о, о, сразу определил. Сейчас я в пиндюре наушники и уши. В ушах они сидят хорошо, но, опять же, надо понимать, что уши-то у каждого разные, у кого-то там уж такие дыры, как у попуасов. Так, по поводу радио, кстати, ребята, давайте начнем с радио. Что меня удивило, очень-очень хорошо играет радио. Ну, вот сейчас, о, слушай, ты только сказал. А, ну, в общем, в чем проблема, я понял, потому что это как антенна, наушники. Чем я выше поднимаю, вот я на свой уровень поднял, здесь хорошо. Опускаю, начинает хрипеть. Да, вот видите, что происходит. Вот, я поднимаю. Не хрипит. Но очень громко бьет по ушам. Звук очень громкий. Очень. Не самый качественный из радио. Самый-самый качественный. О, слушайте, ну, звук я вот так сделал, я себя уже не слышу. Меньше 50% надо понижать. Шикарная шумоизоляция у этих наушников. Не знаю, мне они зашли прям на ура, как в дом. В общем, радио играет хорошо, очень громко. Вот реально очень громко. Если вы там глухой артиллерист, самое что ни на есть, глухопердия, то только в этом случае вам может не хватать такой громкости радио. Потому что вот даже на вот такой громкости, вот, на 50%, я уже не слышу практически, что я говорю. Ужас. Надо тише делать. Наушник. Ну, у меня просто сможет слух хороший, не знаю. Так, радио выключаем. Радио работает хорошо. Есть звукозапись. Вот смотрите, я вам сейчас покажу, кстати, отключу наушники. Звукозапись, как работает. Меня очень порадовал диктофон. Здесь расположение динамиков для записи находится один здесь и один здесь. И не перепутайте, ребята, не ткните сюда иголочки, ни туда, ни сюда. У меня многие уже люди пишут о том, что они нечаянно перепутали, кто его купил. Вот здесь не микросим-карта достается, а вот здесь достается. Вообще, вот правильно называть, я вот, все время люди опять пошел такой, короче, цинк такой пошел по нету, короче, называют все вот эту ерунду, называют там скрепочкой. Ну, конечно, она к скрепочке никакого отношения не имеет. Правильно я посмотрел, изначально, изначально, когда они самые первые разы начали появляться в смартфонах много-много лет назад при Тевтонских рыцарях еще. Назывались они SIM-инжектор. SIM-инжектор. Вот оно, правильное название, не скрепочка. SIM-инжектор не переводится как скрепочка, если вы не понимаете, как переводится, то это не переводится как скрепочка. Это переводится извлекатор SIM-латка. Лотка для SIM-карты, то бишь, извлекатор вот этого лоточка. А вот эта фигнюшка называется SIM-трей. SIM-трей. Правильно. А вот это называется SIM-инжектор, не скрепочка. Скрепочка называют неправильно. Ну, это я просто так внес ясность вреды тех, кто постоянно называет скрепочка, потому что я и сам грешен, каюсь, тоже называл бывало в обзорах скрепочка, но тем не менее это не так. Вот, запускаем теперь звукозапись. мне понравилось, в принципе, я вот сейчас разговариваю, телефон держу где-то, ну, на метр от лица. И вот мне понравилось, как записывает запись, очень, давайте я сейчас включу, пускай включу, а сейчас отойду подальше, метра на два. И посмотрим, как он запишет. Отошел даже на три метра. Вот посмотрим, как он запишет мой голос на большом расстоянии. Очень интересно, потому что с маленького расстояния, там метр вот так, около метра, очень хорошо писал голос. давайте тушим. Здесь сохраняем. Я же говорю, два микрофончика, один здесь микрофончика, один здесь микрофончика. Вот. Так, смотрим, бачим. мне понравилось, в принципе, я вот сейчас разговариваю, телефон держу где-то, ну, на метр от лица. И вот мне понравилось, как записывает запись, очень, давайте я сейчас включу. Шикарно, по-моему. Сейчас отойду подальше, метра на два. И посмотрим, как он запишет. Отошел даже на три метра. Вот посмотрим, как он запишет. Ребята, ну шикарно. Я вообще, я вот очень удивлен этим микрофоном. Кстати, я по радио начал говорить, сбился, забыл, короче. Самое лучшее радио всех смартфонов я тестировал, не то, что тестировал, покупался, пользовался им постоянно, месяцев пять. Samsung Wave 3 назывался. Была операционная система от фирмы Samsung, называлась Bada. В 2012 году я им пользовался, вот там было самое, наверное, лучшее радио вообще, которое когда-либо было в смартфонах. Он был из металла полностью спереди, сзади, там на салазках выезжал, можно было батарейку достать. Вот, в общем, там был прием шикарнейший радио. Ну, здесь тоже неплохой, а диктофон здесь очень хороший, очень хороший. Вот немножко отмотаю назад. И посмотрим, как он запишет. Отошел даже на три метра. Вот посмотрим, как он запишет про голос на большом расстоянии. Очень интересно, потому что с маленького расстояния там метр вот так, около метра очень хорошо писал голос. Так, давайте тушим. Слушайте, ну, шикарно. Голос записывает, шикарно. То бишь, вообще вот этим воспользоваться можно просто на ура. Так, дальше поехали. Музыка. Музыка нас связала. Радио проверили. Здесь, где я сейчас нахожусь, прием не очень, чтобы очень. Ну, если поднимаешь наушники, они выступают в виде антенки, то повыше, то тогда уже прием хороший, звук хороший. Так, сейчас послушаем просто музыку. Так. Ну, ребята, честно скажу, звук уже, конечно, ну, не равняй фону седьмого этих мелодий. Вот, выкрутил на максимум, на максимуме, конечно, звук. Ну, в общем, ребята звук не поражает не поражает samsung честно никогда не мог в звук попасть они попадали в камеры часто они делали ставку на камеры дни на звук из наушников поэтому звука здесь дать хорошего не приходится как радио играет более-менее не понравилось но что опять же хорошо здесь есть всякие улучшай же так свойства человек я забыл где-то хреница находится так может она в настройках находится сейчас я пока в наушниках нахожусь слушаю этот трек то рай но а ну вот видите можно выбрать здесь он слушать а звук получит остановится о вот объемный звук очень интересно реально стал объемным слушайте даже с дерьмовыми наушниками за три копейки которые идут в придачу звук действительно меняется слушать он звучит прям очень неплохо вот со всякими улучшаешь займешь же очень интересно когда включаешь ламповый усилитель и когда включаешь концертный зал ощущение очень главное как какой-то сидишь в студию по записи звуку слушайте ну классно звучит сейчас делаем на громкость побольше давайте вот с улучшайзерами зазвучал намного лучше вообще прям удивил в общем случайами звучит прям очень хорошо вот это удивил удивил потому что без этих улучшайзера всякий без настройщик звучал звук очень плоско очень как-то так как из бочки как-то так но опять же это понимаете то что от наушников зависит я же тестирую на самых копеечных наушниках их надо цена в рублях если рублей 200 300 ну понятно что их будут продавать уже там за тысячу за 900 в магазинах естественно куда же без этого а так да вообще в праздную вообще производстве насколько они конечно самсунга обходятся там наверно вообще может один доллар 60 рублей может даже меньше не знаю честно игра не знаю ножку продавать их будет уже рублей 600 900 и видела в таком наушники продаются если в пиндюре сюда хорошие наушники у меня просто сейчас не при себе кто будет звук еще лучше надо другую комнату эти никак за ними в общем звук будет еще лучше намного давайте а ладно бог с ними не хочу еще эти sony наушники одевать так ладно в общем звук наушниках с родными наушниками сравниваем будем считать что у вас нет других наушников вы такой псевдо меломан и как бы слушать его ты на эти наушники и вот с этими наушниками если слушайзером то звучит очень очень неплохо кстати у меня здесь оригинал саундтрек из игрушки херой 7 игрушку эту до сих пор не поиграл до сих пор но так как-нибудь ну поиграющим теперь послушаем звук из динамика как звучит керамика что это за однорукий бандит из игровых автоматов по моему ну так как бы звучит не круто не громко а если вы не дай бог нечаянно закройте чем-нибудь там джинсами в сумочке твою хрен услышите так давайте мы болтаем мелодию какую-нибудь попробуем вот это хорошая мелодия и поставим так в общем уже а подожди что-то вышел я надеюсь там лев лещенко на меня не подаст за то что я в ходе это поставил так мелодия только вот как раз этого места пускай начинается обалденно вообще супер то что дают человеку выбрать в этом смысле в этом смысле ребята айкос это такое говно ничего этого нельзя делать блин на смартфоне за штуку баксов сука это конечно косяк огромнейший айоса здесь тоже есть настроечки можно выбрать а мелодию поставить допустим сейчас звук ой ну да все правильно вот у меня стоит песенком надо все покупать каждая песенка 19 рублей ну получается 30 центов ну и опять же нет никакого выбора даже несмотря на то что вы их покупаете вот это все здесь надо покупать ребята все полностью вот мелодии которые я купил каждая по 19 рублей получается ну 30 центов ну и опять же нет никакого выбора даже несмотря на то что вы их покупаете не дают никаких фишек плюшек бонусов в плане как есть на андроиде то что можно установить видите с конца песни середины с места на чем остановились на звонок этого всего здесь нет к сожалению в общем давайте подбивать бабки по звуку через динамик честно скажу но все равно ребята ну не круто не круто просто нормально это максимум это с натяжечкой от моей доброты душевная того что максималист натяжечка ему с 10 баллов можно поставить ну 6 баллов это вообще с притяжкой за уши с большой этому динамику по громкости звучания и по качеству как бы ну нормально звучит ну ну вообще ну просто писец как это 7 баллов это вообще вот больше больше никак не могу ну потому что реально это и так 7 баллов для этого динамика завышенная оценка по звуку в наушниках просто без улучшать сразу же как говно других слов подбирать не надо с у всяким улучшайзером если там потыки эти пальчиками по перетыкиваете по настраивать и настройки уже получше уже намного получше поэтому поставим ему средний балл тоже по звуку ну семерочку можно оставить здесь уже твердую без натяжек если там с большой натяжкой там за уши то здесь без этой натяжки можно твердую семерочку поставить как звучит наушниках радио как звучит тоже 67 баллов максимум из 10 по 10-бальной моей шкале максимум максимум тоже 7 баллов это вот это уже ребята тоже с натяжкой радио звучит а вот как диктофон записывает голос меня это удивило ребята честно скажу в бюджетном смартфоне от самсунга я не ожидал такого хорошего качества записи голоса это просто очень удивило я отошел на 3 метра на счет а вот падла этот еще вот петух гамбургский слушайте но это вообще все разблокировался я потом сниму про этот дебильный датчик отпечатка пальца он то работает и не работает но увидите какая херобура происходит в общем сбился опять отвлекся в общем по динамику на основную мелодию громкость звука и качество звука на 7 баллов с большой с большой натяжкой по звуку музыки в наушниках 7 баллов уже твердый и по звуку радио ну 667 баллов это опять же получается но 7 баллов опять же с большой натяжкой 3 семерочки получается и вот за что единственно можно поставить сразу вообще безоговорно десятку из 10 баллов по записи голоса через диктофон и опять же ребята вообще ну понимаете с чем его сравнивать если его сравнивать опять же по его ценовой политики с такими смартфонами надо сравнивать чем отталкиваясь от цены правильно если вы ставились по цене 430 долларов или 360 долларов за не реста версию со смартфонами ван плюс 3 ван плюс 3d xiaomi 5s там за ты и axon 7 за не рст шку он столько же стоит получается то конечно там ну по интереснее смартфоны по интереснее но если вы к примеру живете в россии рассматриваете к примеру только рст версию этого смартфона и хотите покупать только в официальном магазине социальной гарантии чтобы можно было вернуть в случае чего без проблем на телефон то конечно же тут уже думайте сами но в общем между но конкретно по звукам и протестировали сегодня по громкости динамика по громкости качества звука динамика и качество звука из наушников по радио как звучит как сигнал принимает ну сигнал зависит еще от того где вы находитесь очень сильно радио и вот диктофон записывает звук просто наилучшим образом даже с большого расстояния вот меня очень сильно удивил сейчас свои любимые покажу как он записывает звук она думаю, тоже удивится. В общем, все. Три семерочки и одну десяточку он получает по сегодняшним баллам по звуку. И, ребята, наконец-таки долгожданный тест. Сейчас будем снимать после этого теста. Про его камеру. Про его камеру. Все долго просили. Я сам очень интересовался этим вопросом. Сейчас у меня фотографий, наверное, нет. А, да, я их уже перекинул все. Увы, показать ничего не смогу. Ну, в общем, про его камеру. Камера у него как бы и хорошая, и плохая. Оказалось, ну, вот увидите все в дальнейшем обзоре. Будет следующий обзор с примерами фотографий. Фотографии я уже немножко залил. Можете зайти под первый самый обзор распаковку про него. Там немножко залил на скорую руки фотографии делал. Там ездил к бабушке, делал несколько фотографий. Ну, там штук 6-7-8. Вот так, немного. А сейчас уже будет много фотографий. Штук 30, может 50 выложу. Посмотрим, как там зайдет. И посмотрите про его камеру. Вот у него есть такая классная кнопочка. Видите, можно перемещать, нажимать на эту кнопочку, и он будет фотографироваться. Фотография происходит, фокусировка происходит моментально, и фотографирует. В общем, по звуку вы все поняли. Все, дорогие друзья, до новых встреч. Не переключайтесь, будет интересно. Встретимся после рекламы. Тру, 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 тру. Трю.